Габриэль Найт Действия игры происходят в современном Новом Орлеане, где наш герой Габриэль Найт содержит букинистический магазин и собирает материалы для собственной книги. В ходе исследований он обнаруживает связь между серией убийств, недавно потрясших город, и событиями, происходившими в конце 17 века. Таков сюжет в кратком изложении. Игра разбита на 10 игровых дней, в каждом из которых необходимо совершить ряд последовательных действий. Например, по мере того, как вы узнаете все новые и новые факты, карта города пополняется иконками, символизирующими те места, которые вы можете посетить. В отличие от уже известных игр, в Габриэль Найт сделан упор не столько на предметы, которые необходимо собирать и правильно использовать, сколько на диалоги. Их очень много, они длинные, причем часто для получения необходимого ответа приходится задавать один и тот же вопрос по нескольку раз. В игре довольно много загадок, решение которых наверняка доставит удовольствие всем любителям приключенческих игр, но есть и такие, которые могут поставить в тупик даже бывалых игроков. Утро первого дня начинается в магазине. Здесь вы узнаете много интересного, а также получаете информацию о том, что необходимо сделать. В первый день вы, в лице Габриэля Найта, должны посетить свою бабушку, отдел полиции и парк. У бабушки вас ждет первая загадка. Это часы с вращающимися фигурами. В полиции вы получаете фотографии, а в парке встретите мимо. Он поможет вам отвлечь полицейского. Зачем это нужно? А вот сыграйте и узнайте. Для игры требуется процессор 386 и выше, манипулятор, мышь, саундбластер и привод CD-ROM. Дополнительную информацию по игре вы можете получить в московской фирме Юнивер. По телефону 434-2060. По вашим многочисленным заявкам мы повторяем с завтрашнего дня и до конца недели лучший компьютерный компьютер.